Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Queen of Pain и Гирокоптер Квопа для Дэнди на мидлейн, Гирокоптер это хвост Безусловно Шейкер это Мне кажется, что Санейка на самом деле И оффлейн сейчас еще для Фанника доберут Скайросмаг, в общем-то, для артстайла Самое оно Ну и у команды Инвиктус Гейминг Сложная линия это Соло-Андаинг Как мне кажется Клинкс, я думаю, будет фармить Вместе с ЦМкой на линии Баунти Хантер пойдет у нас гулять От Чуаня Ну и Андаинг Соло постоит сложную От Кси Ну и Шадоу Финт, естественно, мидлейн Феррари Тут Вариантов, в принципе, немного Из адекватных вариантов, конечно же Хотя, кто знает, какая вообще адекватчина здесь В этом матче у нас будет Ну и задумались Нави Надо делать что-то с оффлейном Надо как-то справляться со всей этой ерундой Тайт Хантера в бане нет Может Тайт Хантер зашел бы здесь Как-то всех остановить быстренько Или Нагу, 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 Нагу Сами забанили Нави Тамбу разбивать придется руками Без всяких снов Просто расковыривать Тамбу Есть еще, в конце концов Магнус Тарксир у нас в бане уже Клок в бане Вообще от оффлейнеров поизбавлялись Инвиктос Гейминг Бэйн появляется для команды НАТО Свинцер И Фанник будет играть на Шейкере А нет, Бэйн от Фаника Хо-хо Хо-хо Ха-ха Притарабанился Бэйн у нас последним вообще В пик Нави из ниоткуда Артстайл будет играть на Шейкере Фанник Это Бэйн Скайрос Маг Это Санейка Тенди Это Квапа И Хвост Это Гирокоптер Ну и со стороны команды Инвиктос Гейминг Все, в общем-то, по классике Бёрнин будет На Клинце у нас Фейс будет играть на Кристалл Мейден Чуань будет отыгрывать на Баунти Хантере Он Дайнг и Такси И Феррари 4-3-0 Забирает себе Шадоу Финда Ничего непредсказуемого В принципе здесь нет Но как по игре будет Вот Прошлая игра На стадии пика показала Что Нави не знает Чем контрить Бруду И Бруда в итоге Не прикасаясь Своими Щупальцами Или что там у неё Ноги Чилинистоногие Не прикасаясь даже К артстайлу на ЦМке Смогла его забирать Всё это делала Через спайдерлингов Обученные Агрессивные Злые Маленькие Доставучие До ужаса И ЦМ Вообще у нас Естественно Дохловатое Сама по себе Поэтому На ранних стадиях Теми же спайдерлингами Третьего левела Можно было её спиливать Особенно когда их 5-6 штук Чуань забирает себе ЦМку У Чуаня конечно же есть Аркана на ЦМку Одна из лучших вещей После обезьяны От Вич доктора Ну и это один из самых По моему Приятных Самых симпатичных Сетов И один из самых Убожийших Вообще Сетов Касательно Самого героя Я считаю Посмотрите на ноги ЦМки Это утопленник Или повешенная подруга Это обмёрзшие Висящие Безчувственные Ноги Покойницы Почему Зачем И как ЦМ вообще не так Не представлялось Всю жизнь А тут на тебе Просто как-то на досуге Обратите внимание Они просто Синюшни И бездыханные Вообще Не двигающиеся ноги Чуань Чуань уже пошёл У нас Проверять Где кто стоит Чуань уже Залез на половину Команды Нави Поставил Вард Достаточно Агрессивный И Вижен Теперь на Того же Курьера Будет Чуань Может и Не выходить На линию Помогать Хвосту Будет Санейка Весел А вот У Чуань Два Сентриварда С собой Есть На случай Если Будут Надим Издеваться Но здесь Сентрик Есть Стайл Может сейчас Увидеть Чуань Если Не выйдет Из зоны Вижена Вышел Из зоны Вижена Пошёл Замес на Кси Арт Стайл Фессура Перекрывают Дорогу Кси Кси Здесь Останется Да Кси Забирают Первый фраг Первый фраг От Гирокоптера Что достаточно Приятно Для команды Нави Мейн Керри Забрал Первое Золото В этой игре Дэнди Шадоу Страйк На Феррари Два Кайлай Было Проюзно Близко Дэнди Нельзя Подходить А издалека Феррари Можно и Развалить Дэнди Близний Койл Собирается Феррари Дать Ну еще Один удар И Дэнди Как так Получилось Дэнди В итоге Сливается На мидлейне Шадоу Финду Правда Потом Забирает Своего Оппонента Можно было Просто Ничего Не делать Мансить Между Кайлами И Уворачиваться От Ударов Кайлом Ну Не доконтролил Ну бывает Бывает Дэнди Тут немного Ошибся Ну за это И поплатились Команда Нави В любом Случа Сейчас В плюсе По золоту Тысяча голды И по экспириенсу IG впереди Потому что По моему Там артстайл Не очень Да Артстайл Стоит И Просто Пока что Караулит Крипов Наверное На отводе Разумеется Ну и По закупу Давайте Посмотрим Что там По ботлу У Дэнди У Дэнди Есть уже ботл У Феррари Тоже есть ботл И есть у него Рейсбенд У Дэнди Есть нул талисман В принципе Классический Абсолютно Размен Правда У Феррари Уже Плюс 12 душ Дамаги Предостаточно У Феррари Больше Гораздо Чем у Дэнди Дэнди 72 У Феррари Дивен Где-то 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 81 Да 81 так и есть И Естественно Ему немножко Полегче Плюс есть Кайлы Дэнди Пока идет Без Промакшенного Скримов Пэйна На четвертом левеле Так что Ждем На пятом левеле По идее Скримов Пэйн В 2 И в 2 Будет Шадоу Страйк Ну и тогда уже Можно будет загонять Феррари Ой как Дэнди Досталось Один несчастный Койл Один удар по Дэнди И Дэнди уже Лоу ХПшный Вынужден бегать У нас Бернинг Вместе с Фейсом Теперь Мучает Фанника У Фанника 18 на 2 Как там у Бернинга дела 16 на 4 Фанник Перефармил Вообще Брейнсап Пошел у нас От Фанника Ну и настреливает Бернинг В спину Фаннику Фанник на отхил Сразу же Боттл не сбивают Бэйну Ну и Бэйн пошел Фармить дальше Кстати у Фанника Очень хороший Крипстат Как помню 18 на 2 Все очень ровненько Так там Артстайва Забрали за клопой Кто вы такие вообще Это такие новые зомби А это золотая тамба Это какая-то Супер крутая Золотая тамба Если не ошибаюсь У Андаинга Которая стоит 2 миллиона долларов Да Имморталовская Надгробная плита На тебе По плите Сразу Лоу хпшный фейс В лесу Пока что фармит Его не видят Вот здесь бы Конечно Какого-нибудь Баунтихантера Командинави Чтоб пойти Подрезать Где-нибудь ЦМ Собака Просто не дает Оторваться от себя Собаня умиляет Мне все время Кстати опасно Кажется Что уведи собаку Уведи собаку Сейчас собаку убьют Ну и замес На топлейне Пока еще не назревает Кси теперь Поаккуратней Стал себя вести После фб на нем Фрейс в лесу Не забирает Ни у кого экспириенса Бернинг пока Фармит соло Но у Бернинга Дела не али На самом деле У Клинца У которого 26 на 4 Против соло По сути саппорта Да Дела вообще не очень Ну и не дамажит Толком Фаника Фаника в принципе Есть ботлку Принцап И прочее Прочее По идее С Бернингом Фаника Короткий разговор Должен быть Фейс подходит под линию Ну и Фаник Тут комфортная ситуация Для фарма Крипы уже за тавр пошли И Фаник Просто Уводит их за собой Бернинг Будет ли нападать на Фаника Съедает крипа Бернинг Пошла тпшка туда От Скайра с мага И не достал Найтмэром Бэйн А почему не достал Знаете А потому что Нет Найтмэра У Бэйна Вот почему Тысяча золотов Плюс и Нави По экспириенсу 200 В пользу команды IG Как там хвост 38 на 17 хвост Второе место По крипстату У Фаника Дальше Дэнди Идет Он отстает На копейке Абсолютно От Бернинга И от Феррари По сути Два крипа Убьет Дэнди И первые 3 места По крипстату Будет за командой Нави Это в общем-то Хорошо даже Для украинского коллектива Нави Втроем На центральной линии Стали Ну и выход за Чуанем Наверное Правда Вижена Немного У команды Нави Вот он Тот Вард Сентри Вард Вспомогательный О котором я говорил Изначально Оба пробежали Под Вардом И пропинговали Сразу сюда По-моему Артстайл Не видит Сейчас Чуаня И Бернинг Сейчас через Стрейф Просто разорвет Артстайла Смотрите Как это будет Это будет грустно Как минимум Минус Артстайл И дальше За Санейка И Санейка Будет бежать Но далеко Конечно он не убежит От Бернинга У Бернинга Дамаги дофига Там Фанник В это время Даблкил Где это все было Фанник в это время Даблкил В другой абсолютно На степи ЦМку разорвали И Андайнга А здесь в это время Санейка Дабиливают Все Санейка Отправляется В таверну Счет становится 4-4 В пользу Этот файт В пользу Команды Нави Но это Последние Киллы Сделаны Что-то и Санейка Кстати не показали 228 228 За Санейка 1000 золота Нави в плюсе 300 экспириенс Тоже в пользу Украинского коллектива Пока что Держится У Денди Уже 7 левел Соник Вейв Есть еще Пока не юзаны У Шадоуфинда Уже 8 с копейками Денди тут проигрывает В экспе Очень сильно Своему оппоненту То есть это Очное противостояние Один против одного Важное достаточно Каждый поинт здесь Реально решает Когда ты левел Отдаешь на мидлейне Это уже проблема Шадоуфинд забирает В это время Фаника Который просто Переместился на руну На топ руну Посмотреть Как она вообще там Смотрится Собака просто упорота Я Я залипаю на ней Вообще Часами А то бегает То стоит То угорает То лает То обтрушивается От воды То плавает По этой речке Это конечно Супер красота У хвоста уже есть Огр Клаб Есть у него Болтов Стрэндж Будет Саша Бёрнинга Поймали Саша для Саши Ну и Бёрнинга Убили достаточно быстро Финсгрип от Фаника Все вопросы решил Мидлейн Дэнди Как там дела 44 на 12 У него 54 на 7 У Феррари Я так понимаю В лесу В лес загуливает Порядком Феррари Да Стоят големы Здесь Маленькие Недобитые Значит Больших Феррари Убивал А че ты остался Здесь Малой А че ты остался Ну и в это время Спиливают Просто пополам Чуаня Фиссура От Артстайла Суник Вейф От Дэнди Чуань Отъезжает В таверну 6 5 Становится счет Нави Выходят Вперед По фрагам По галде Они продолжают Лидировать Полторы тысячи Экспириенс Тысяча золота По идее По Если так будет Дальше До лейты Доходить Конечно Хвост свое Выформит И убивать Будет Достаточно Уверенно Но По идее Массфайты От команды Айджи Будут Невероятно Неприятными Для команды Нави Я говорю Сейчас О Тамбе Я говорю О бульте Шадоу Финда И конечно же О Клинце Который будет Настреливать Налево И направо Плюс Фризингфилд От Кристалмы Массу Ульты От команды Айджи Очень жесткие Но в лейте Мне кажется Что Так Нас съедают Чуаня Чуань Рассыпается На нижнем Лайне Санейка Отваливается Ну и Артстайл Тоже Отваливается Бернинг Под стрейфом Естественно Под стрелами Все это Съедается Очень быстро И Артстайл И Санейка Два саппорта Просто покормили Немножко Бернинга 680 голды 666 Экспириенс А до Клинца Жутко Кака Вот и Команда Айджи Сравнивается По фрагам И сравнивается По Золотую Экспириенсу Со своими Оппонентами Коллективом Нави Шадоуфинт Уже Приобретает Себе Мекку И Кроме Феррари У кого-то Что-то Еще По-моему Появилось Гирокоптер Здесь Сэнш Это мы Видели У Шейкера Артстайла Понятно Что никаких Даггеров На 12 Минуте Быть В принципе Не может Слишком Часто Артстайл Умирает Ну и Давайте Пробежимся По артефактам У Андайнга От Кси Кстати На удивление Мало Здесь Нетворз Просто Вообще Не алио 2400 Клоак Есть Есть Бутс оф Спид И все В принципе Мэджик Вонт Да Никаких Климеркейпов Ничего Ему Не летит В это Время ЦМ От Фейта Уже С Транквил Бутсами У Феррари Есть Мека Есть Рейсбэнд Есть Боттл Есть Пауэртретс Ну и Чуань Без Ничего В принципе Бутс оф Спид Орпов Вином Ну и Бёрнинг Последняя Главная Цель В принципе Команды IG Угрклаб Есть Есть Рингов Аквилов ПТ Ну и Скорее всего БКБ Будет первым Артефактом От Бёрнинга Чтобы Обезопасить Себя От Инфиблов Найтмэров И прочего 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 Бёрнинг В инвизи Стайла По идее В соло Здесь может Развалить Чуань Тоже В инвизи Тут Гем Вообще Мастхев На самом деле Но кто Его Купит Кто его купит И самое печальное Кто его носить будет Кто тут у нас Бессмертный В составе Команды Нави Разве что Квопа Дэнди Но тоже По стольку Поскольку 7-7 счет 13-ая минута В прошлый раз На 13-ой минуте Там счет был 4 по-моему 15 Или 3-15 Или 1-12 Ну Разгромное абсолютно Для команды Нави Сейчас вроде как Нави На уровне Но опять же Все свое преимущество В тысячу с копейками Потеряли Сейчас проигрывают 500 по золоту И По экспириенсу Пока еще впереди На 500 Посмотрите вообще На потрясающий Экшен Который на карте Происходит То есть не происходит В принципе Ничего вообще Хвост фармит В лесу Бердинг Тоже в принципе Занимается фармом То эншентов То нейтралов В своем лесу Агрессии 0 Команды смирились С тем что Они уже на дне В группе А не переживают Оффлейнера Квин оф пейн Надо задуматься Наверное Это будет Да Вот что Вот что Это наверное Будет Аганим Будет приобретать Себе Дэнди БКБ По данному Пипу В принципе Наверное Не обязательно Ондайн Клинц Вот основная Ударная сила Ну и конечно же СФ Основная Ударная сила Команды ИДЖИ Поэтому БКБ Пока что Можно отложить Ну как там Гирокоптер От Александра Поживает Есть уже Мордип маски Есть уже Сенжин Яша И Фейсбук Сис Рингов Аквилла В принципе Стандартный Базовый Сбор Гирокоптера К 16 минуте По таймингу Все очень даже Ничего У СФ У СФ От Феррари Огрклаб Уже приобретен 2100 на руках Есть Феррари Тут без юглов Без даггеров Не так как Дэнди Обычно действует На Шадоуфинде Ну и Дэнди Осталось 1300 до приобретения Аганима Айджи Вышли вперед 1500 по золоту 800 по экспириенсу Ну и Что-то Нави тут Потеряли В какой-то момент Инициативу Ну и теперь Как ее вообще Назад Перехватывать Непонятно Ну и заметьте Ни одного массфайта Такого чтоб 5 на 5 У нас еще на карте Не было Где-то ганки Выходили Там 2 в 1 3 в 2 Но так чтоб Толпа на толпу Такого месива Еще не происходило Я от хвоста Кулдауна вообще Не видел в принципе Хотя он уже 2 левела Немножко Странновато Ну Ждут В любом случае Это мне кажется На руку Команде Нави Затягивать эту игру Бернинг Вроде Очень жесткий Как сам по себе Но бьет то он По одной цели А в массфайте Хвост С нормальным закупом Нормальными статами Должен Уничтожать всю команду Инвиктус гейминг Тем более здесь Совершенно сладкая ЦМка Совершенно сладкий Баунти Хантер Как по мне 660 хп Ну о чем здесь говорить Ну и БКБ Появляется Для Шадоу Финда Феррари с БКБ И Мека тоже есть у него Как там Квапан 350 голды Дэнди остается До Аганима В принципе БКБ Шадоу Финда Теперь до одного места Потому что Ну Благодаря Соник Войбу От Квапы С пьюр дэмэджем Так что В принципе У Нави Шансы на нормальную драку Есть Но ее надо организовать Вы теряете преимущество Преимущество Уходит в никуда Уже полторы тысячи золота От тысячи экспириенса А Нави продолжают Формить собственные леса Причем С переменным успехом Где в это время хвост? Хвост на мидлейн подошел Если будет файт То вроде как хвост поучаствует Но это до поры до времени Хвост ушел фармить Все, ребят Спасибо, конечно Но Спасибо, но пока Ну и пусть на Ави Сами здесь отдуваются Где арт стайл До даггера еще До даггера еще Три миллиона У Дэнди Триста пятьдесят остается До аганима Фаник Форстаф есть Есть у него Сол ринг Есть ранквил бутсы Санейка Ничего В принципе Но это Вот этот классический Скайрос маг Который Бомжом играл Бомжом умер В принципе Бомжом заканчивает Доту даже Доносит товара Бомжом Если вдруг команда выигрывает Это нормально Если два нул талисмана Такому скайрос магу Ну, у которого Такая роль Которому отведена Если два нул талисмана Он покупает Это уже Всего добился В жизни В принципе А там еще Если и ПТшка Какая-то зайдет Да Это рай просто Пиджак с отливом Макосины красивые Команда IG Собрала себе Уже Глимер кейп На кси Кси Вообще не блещет В этой игре На удивление Но это не бруда Ну и стоять Ему пришлось Не против сола Кого-то А против триплы Достаточно агрессивной ЦМка От фейта Уже есть Странклил Буци Урнов Шадоус И это вот просто Укол в сторону Санейка Кси Мы видели Чуань На Баунти Хантере Уже С Чейн Мейлом Есть у него Орбов Веномаркан Буци Маджик Стик И какая-то ерунда Что плетать от Тавра к Тавру Ну и Санейка Видит у нас Чуаня У Санейка есть Мистик Флеер Но Чуаня Подсловили И в итоге Не убивают Но Чуаня Скорее всего Здесь развалят Чуаня Отваливается в таверну Сразу просто Давай Не думая Вообще Заверните 2-1 талисмана Срочно Наверное Есть смысл Ну а Куда еще деваться Глимер Кейп собирать Пускай собирает Фаник Санейка 1500 Может вообще Хенд оф Медас Себя купит Так что Уже Гулять так гулять Ну один фраг На весь сделали Это за последние 500 минут IG Потеряли свое преимущество С полутора До пятиста По золоту И по экспириенсу С тысячи Преимущества До пятиста Даже больше До полутора тысячи Отставания Так у нас пошел файт На мидлейне Фаника очень быстро Съедает Бернинг Ну и Дэнди Просто бежать отсюда Бернинг Один удар В Дэнди в спину Второй удар Дэнди отсюда уходит Фаник не ныряет В толпу Тут в принципе Файтится бессмысленно Где в это время Гирокоптер Хвост вместе с собакой Бегает фармит У хвоста тоже Своя собака есть Так что цемка Пусть не обольщается Вот фейта А вот они кстати встретятся Сейчас будут Эти собачьи бои Я не собака Я волк Пес ты обычный Айджип вроде как На мидлейне Тусуется И готовы подойти К тавору Вроде как А на самом деле Просто расходятся По своим позициям Но эта игра превращается В 2013 год Или 2011 Игра Абсолютной мути И издевательства Чуани в это время Развалили на мидлейне Игроки команды Нави Дэнди Показал Насколько хорош Его огонимы Разваливают Саппорта команды Дэйджи Хвоста есть кулдаун В случае замеса В принципе Хвост должен уже бить Пошел кулдаун Подстопили здесь Кси Фесура в него влетела Еще один Еще одна ракета Падает кулдауна Хвост начинает Просто убегать Потому что разультился Здесь Феррари Тамбу поставил У нас Кси И вряд ли Кто-то отсюда уйдет Нет Дэнди должен Все-таки уходить Там Бернинг Доминейтинг И дальше Бернинг Гонит Санейка Еще один удар По Артстайлу Артстайл в таверну 200 хп У Артстайла было И Бернингу Этого было В принципе Достаточно Для одной Последней тычки В спину 12-9 счет Айджи по золоту 2,5 По экспириенсу Айджи Тысячу с копейками Ну и Приехали Нави По моему Вот хвост Он фармил 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 Кого убил Непонятно 1-1 Счет У Александра Дашкевича И Разве что В лейте Есть теперь вариант Мне так кажется На самом деле Айджи Вы забрали Еще и тавер По мидлейну И можно смело Перемещаться На нижний тавер Чуань уже Подпушивает У нас Нижний лайн Бернинг Пошел в соло Разбираться С Артстайлом Фиссуру Артстайл потратил Два удара по Артстайлу И Просто не хватало Уже маны Бернингу Чтобы бежать дальше Хотя мог убить Артстайла по моему Но боялся Если что Он на подсейф Вдруг кто придет И просто так Подарить кучу денег Клинс не хочет Он не хвост 7-1 счет У Бернинга Достаточно хороший Показатель Кда И команда Айджи В принципе Воспитала Очень мощного Керри на данный момент Фейс Лохэпэшный И между кустами Бегает Фейс Собака за ним Собака исчезла Уходит нет маны у него На то чтобы провязать Фризинг филд Бэйна развалили Дальше за Денди Бежит Чуань Не достает Чуань До Денди Чтобы дать Сирикентос Но это хорошо Для Денди Это прям великолепно А не хорошо Фейс уже фуловый Маны у него уже Полным-полно Как так получилось Непонятно 7-5 Реген маны Плюс кто-то там Еще и залил И Санейка Отбрасывается Всеми соплями В Бернинга Бернинг Оставляет его в покой Ну и команда Айджи начинает Пушить тавер Чуань Бросил только что Медальону вкурашно Ста хпшного Крипа Чтобы продлить Его существование Жалкое Нави Проигрывают 5 тысяч По золоту По экспириенции Нави проигрывают 3 тысячи золотов У них есть Гирокоптер Который Имеет Варианты Для камбэка Гирокоптер и есть Этот вариант Для камбэка Но будет ли Захочет ли Не захочет ли Во вражеский лес Пойти злиться Ну и намечается Очень серьезный Файт у нас На Рохе Рошан уже Заждался 25 минута За него еще Не дрался Никто Даже как-то странно Да и о нем В принципе Никто не вспоминал Хотя Половинку ему Разнесли Ну и собаку Хвостовую Скорее всего Прищутят Здесь нет Собака живая Надо поставить Вард Потому что Я так понимаю Нави не видит Где там находится Бернинг Так Включаем Вижн команды Нави Комба Стоит у нас На горе И Механически Ему Чтоб я сдох Ну и команда Нави Просто дает Роху Рошан падает Для Команды IG И Феррари Забирает Эджис 1300 У него на руках После Саши Яши После БКБ У Хвоста Тоже все хорошо По Нетворцу Он не сильно Отстает От Феррари 12500 Для гирокоптера И 14000 Для Феррари Ну и Бернинг 11500 Ну а дальше Дэнди 9500 У Дэнди Экономическая Ситуация Печальная Чуань С Дэнди Файт Дэнди Кричи на него Наори на него Ладно Дэнди решил не орать Так методично Задавил его психологически Без криков Просто на спокухе Ну и Дэнди здесь ждут Кстати Феррари И Кси Вот они сейчас Личные психологи Чуаня Пришли Разбираться Давай Говорит Оставь его Не крошь Оно и не будет Команда Нави идет С счетом 13-10 Они проигрывают 6000 по голдей И 4 с копейками По экспириенсу Хвост перемещается На центральную линию Здесь уже Феррари Решила я буду Таким вот образом Разменивать А что там Кстати по Артефактам у хвоста У него 800 голды на руках И остается всего лишь 1100 до появления Баттерфляя Ну и Шадоу Финду Пора задуматься О покупке МКБ Как и в принципе Клинксу А Бернинг у нас С дезолятором Ой как бобо будет Каждому кто Решит сразиться с ним У Клинкса Дэмэджа теперь Очень много И вообще Клинкс невероятно Мощным стал После Того как данная вещь Стала стакаться Абсолютно совсем И превратилась в Обыкновенный Физ дэмэдж 7500 Айджи по золоту И по экспириенсу Тоже много Не могу посчитать Сколько Больше 4 Но меньше 6 Две Тысячи на руках У Бернинга Я думаю Тут и Даггер от Клинкса Тоже может быть Кстати Это крутая вещь Чтобы догонять Очень даже ждет Куда прыгнет Дэнди Бернинг Как только Дэнди прыгнет У него будут проблемы Дэнди не прыгай Пожалуйста Не прыгай Хитрый Бернинг Взял и забрал Все И Дэнди Сразу же на хэгэ Сюрикен По Дэнди И Дэнди Здесь расстреливают Просто через трек Ну что Такое А вот сюда Прыгаешь на хэграунд И уходишь Убегаешь Улетаешь Что хочешь делать Ну Хорошо Что вообще среагировал Я на самом деле Как тупой Стоял бы И смотрел Что про Где руна Где руна Кто эти люди Кто эти люди В невидимом 14-10 Чет Нави Уже восьмерку Даже наверное девятку Будут проигрывать После обновления графиков И Феррари заходит на Мидлей Фессора от Артстайла Просто закрыть Якобы границу На хэграунд Команды Нави Правда Проблема в том Что у Феррари Ранжевая атака Как и у Бернинга Томп Стоун стоит Хвост Дал кулдаун По Бернингу Бернинг Можно и убивать его Мистик Флеер Под Бернинга БКБ От Бернинга В самый последний момент Он выживает Доминейтинг от Феррари Дэнди появляется Дэнди тут сейчас Нарет на всех Просто иди И психуй Данил Нечего думать вообще Хватит уже Терпеть Это молча Увидел человека Орешь на него Габлак Что-то тут Пикнул Странно Ну и Дэнди Соник Вейв Не хочет конечно же Тратить Феррари Это понятно Ну и Просто разрывает Здесь Бернинг Команду Нави Дамаги Миллион Дэнди Сюрикентос Еще поймал На абсолютном Прединфарктном состоянии Уходит под Фонтан 140 кп у него было И Нави Потеряли Что? Курьер Дайр Что? Как? Что? Понимаете да? Хвост Контролил курьера И чуть-чуть Не до контроля Теперь у него есть деньги На бетерфляй А теперь у него нет денег На бетерфляй Ну был вариант Купить бабочку Не получилось Купить здесь Ну Это все не просто так Это не случайно Эта хрень это происходит То курьер сольется То еще какая-то ерунда То ты пойдешь сейчас Отдашься всем Это не может просто так Это все Закономерно Какое-то Не очень отношение Серьезное Делают И посыпалось И пошло И IG Просто Рахид и IG В этом турнире Они Команда Бедняжки Полнейших Их наказывали все Абсолютно Кроме Na'Vi Ну и здесь и Na'Vi В итоге Все Это вот так просто Заканчивается Без финальной сцены Взаимной любви В однобоком порядке Понятно все Ну ладно Это Не так критично В принципе Ничего не решалось Здесь Со стороны команды Na'Vi Они пытались Они хотели Ну не пошла игра Не пошла Команда IG И правда Здесь оказалась Постабильней Пометодичней Выдавили Выжили Все В общем-то Нормально получилось Шекер 1.7 У Тортстайла Не очень хорошо Бэйн 2.5